Всем привет! С вами Бэшик и Survive the Knights. Я очень давно не запускал эту игру. У меня выработалась некоторая, как бы так назвать, традиция запускать ее раз в несколько месяцев и смотреть, что там изменилось. С момента последнего запуска вышло несколько патчей. Патчи были крупными, игра там весит что-то в районе 8, то есть 7-8 гигабайт. И вот патчи были один в пол размера игры, другой в размер игры. Я думаю, ну, возможно, что-то реально крутое вышло, как бы серьезные патчи, все жестко. И вот я попробовал без записи запустить и подключиться к серверу. У меня это, к сожалению, не вышло. Но давайте попробуем еще раз. Значит, вот этот сервер у нас будет. Низерлэнс нот 1, 2, стейбл. Подключаемся. Там, кстати, один человек играет. Вообще, в принципе, никто не играет. Кстати, когда в прошлый раз пробовал, там тоже один человек был. В целом, я так понимаю, в игру не играют. Вот просто не играют. А все почему? Потому что разработчики немножко налажали, когда выпускали ее в стиме. Хоть она и в поиске была недоступна, возможно, и сейчас недоступна. Но они все равно налажали, потому что трейлер был совсем не тем, что мы увидели в игре. То есть в игре мы увидели ничего. Там была сплошная пустота. Просто нечего делать. И, конечно же, многие разочаровались. Хотя, понятно, это ранний такой самый-самый ранний доступ. Но тут прям совсем печаль. Тем не менее, игроки разочаровались и, видимо, просто забили на это все. Манибэки пошли. Но, с другой стороны, разработчики ведь ее и в поиск не закинули. То есть она была в поиске недоступна. Можно было только по прямой ссылке ее купить. Знаете, вот я больше всего в этой игре люблю. Это спавняться где-нибудь в лесу ночью просто. Это такой топ. А потом выбираться из этого леса. И ночью здесь зомбики ходят. А зомбики суровые. По щам надают и мало не покажется. Я уже управление-то не помню особо. Так. Здоровье 100. Жажда 96. Выносливость. А ну-ка, еще раз покажи мне. Не та кнопка. А ну-ка. Стамина 100. Температура 36. Ментал. В прошлых видео уже, помню, рассматривал эти вещи. Sickness, mental. Там, как сказать, ментальное сопротивление. То есть, типа, страха, что-то такое. Но, в целом, в целом. В целом, я когда в прошлый раз играл, пытался найти хоть какой-то лут. Я практически ничего не находил. Вообще, печально именно вот в плане лута и в плане пустоты. Есть зомби. Есть локации. Есть некая доля атмосферности. Это интересно играть. Вот в этом плане. Но не интересно, а в другом плане. Вон, кстати, зомби. В том, что здесь просто нечего делать. Что-то найти, это архисложный. Даже костер толком не смог скрафтить. И, конечно, архаичный дизайн у игры это нечто. Вот закос типа под Форест, наверное. Ну, как-то я после раста, наверное, не могу в играх вот такой видеть. Это как-то слишком просто. То есть, не интерактивно совершенно этот крафт весь. Он совершенно печальный. Пользу, чтобы это все было как-то не то, чтобы прям супер красиво, там, с эффектами. Просто, чтобы это было наглядно. Здесь это не очень наглядно. Survival. В ночи. С зомбиями. Кстати, вон еще, зараза, по-моему, одна ходит. Я не пойму, зомби, не зомби. Не видно отсюда что-то. В общем, они жесткие, они бегают быстро. Кулаками с ними драться мало радости. Их можно завалить, но сам на сам. А если их больше одного, скорее всего, завалят вас. Вы опять риснетесь в лесу. И будет круто. Вот будете по лесу бегать. Кстати, карта у нас... I don't have a map in your inventory. Понятно, карта у вас в инвентаре нет. Поэтому... Думайте так, куда бежать. В последний раз я очень долго бежал. Нашел какой-то город. Нашел кемпинг, где можно было засейвиться. В целом-то атмосферно. Атмосферно. Но печальненько. Водичка, кстати, смотрите, какая красивая. Прям переливается. Но вот подходить к ней, по-моему, не стоит. Я как-то раз, по-моему, утонул в речке. В речке. А другую речку я, по-моему, переплыл. Я не помню, как это случилось. В общем, было грустно. Потому что я думал, плавать-то можно. А вроде плавать-то и можно. Но, как я понял, тогда не везде. А возможно, это баг был. Все что угодно. Я и под карту проваливался здесь. А уж история с запуском, когда она только появилась в стиме. У, это нечто. Я до пяти утра сидел. Даже, может, больше. Я уже не помню. Там проблема была в том, что они лобби сломали. То есть, выпустили игру. Народ начал заходить. А лобби не работает. То есть, подключиться к лобби не получалось. То есть, даже главное меню не появлялось. Это был такой просто... В общем, это была печаль. Даже слов не подберу. Да, вот он, товарищ. Я уж думал, по краешку пройдусь. Нет. Вот она злая, зараза. Ну, хорошо смотрите на меня. Хорошо смотрите на меня. Я просто... Отойду в стороночку и рассвет. Рассвет это хорошо. Night survived. Отлично. 756 метров прошел. Это хорошо, конечно, что я прошел. Но я вот там вот мост увидел огроменный. И мне чуть не по себе стало. Потому что у меня на тот берег. Потому что там я... Не могу точно разглядеть. Но там, по-моему, есть... Какие-то постройки. Может, домики. Полутаться. Что-нибудь найти. Что-нибудь найти, чтобы не понять, что с этим делать. Примерно так я в эту игру играю. Чтобы, конечно, обойти этого зомби. Он там, зараза, так и ходит. Где ты? Дружище. Ну, вот ты куда? Ага, ага. В сторонку по... Кстати, знаете что? Вот в этой игре это реализовано. Вы посмотрите. Я в кустах замедляюсь. Да ладно. А ну-ка. Да, я реально замедляюсь в кустах. Вот это, конечно, инновация. Нет, серьезно. Без сарказма. Это круто. Не в каждой игре такое есть. Обычно кусты это как бы просто для визуала. Ну, есть кусты, да, есть кусты. Ну, либо их сорвать можно здесь прям. Они замедляют вас? Хорошо так замедляют. Вот это утробное журчание, конечно. Это печаль. Нашел какую-то постройку. До моста еще не добежал. И нашел небольшое, наверное, баг все-таки. Тут появляется какая-то такая просветка. Во-во-во-во, ребят, смотрите. Вот, какая-то просветочка. То есть, как будто здесь шов идет. Не знаю, что это такое, но когда поднимался, вот тут-вот сразу заметил это дело. Дома еще не лутал, потому что, мне что-то кажется, там кто-то может быть. Давайте аккуратно походим рядышком. Аккуратненько так. Тут что-то валяется, но я вот не знаю, лутать это можно или нет. Давайте посмотрим. Вот всякий хлам. Всякий хлам. Двери-то что-то выбитые. Доски поломанные. Как-то это все не лутейбл. Ну вот, почему шпал нельзя взять? Ладно, здесь, по-моему, ничего нельзя взять. Мне просто казалось, я какие-то звуки внутри дома слышал. Это сушилка для белья, что ли? Прекольно. Давайте-ка. О, гориль. Подождите, надо держать кнопочку. Ничего не происходит? Ага, понятно. Coming soon. Ясно, ясно. То есть, да. В будущем. Окей. Я понял. Играю в игру по частям. Примерно так оно работает. Ну, дверь-то хоть можно не Coming soon сделать? А ну-ка, дверь-то закрываешься вот прям? Оу. Прикольно. Так, а что у нас тут? Ммм. Firewood. Core. Tinder. Tinder. Прикольно. Зловечка прикольная, конечно. Tinder. Так, давайте мы просто подчекаем, потому что мне немножко страшновато. Серьезно, да? Вот фонарик. А ну-ка, давайте посмотрим. Pick it up. Rage. Let. Flash. Light. А знаете, в чем фишечка? У меня wind up light, а это light. Давайте его экипируем. Так, можно ему так делать. О, нормально. Вот, я нашел нормальный себе фонарик, потому что то, с чем я бегал до этого, это, конечно... Скажем так, он не ярко светит. Прям ужасно не ярко. То есть, с ним трудно. Его проще вообще не доставать. Wooden dresser. Тут у нас ничего просто нет. Так, в принципе, фонарик-то можно и убрать, как бы. Не нужно. Давайте еще посмотрим. Хотя, с другой стороны, стоп. Может, у тебя фонарик есть клевый. Давайте будем светить. Что уж тут? Уже все мрачно и темно. Мрачно и темно. Пианино. Здравствуй, пианино. Так. Перевернутый диван. Вот он вообще не вписывается в антураж этого дома. Совершенно просто. То, что дом как бы у нас... Просто дом в лесу. Тут такой какой-то диван. И вот это тоже с вами вписывается. Ладно, уж пианино-то впишется. А вот это нет. Так. Что у нас тут мы можем сделать? Понял. Можем сделать то, чего у нас нет. Окей. Может, что-то еще валяется. Может, какие-то интересные штуковинки. Так. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у нас тут? Меня что-то дергает немножко. Надеюсь, сервера не выкинет. Я так не хочу вылетать. Ладно, давайте уберем фонарик. Чтобы не привлекать к себе много внимания. Выйдем из этого. Открывайся уже. Понимаете, то есть надо на ручку наводить. Именно на ручку. Не на всю дверь, а на ручку. Это вам не раст. Тут все серьезно. Давайте закроем дверь. Получается, вокруг ничего больше нет. Вообще, я на корточках хожу, потому что страшновато. Страшновато на кого-то натолкнуться. Ну-ка. Никого взаимодействия нет. Я там с каким-то деревом мог взаимодействовать. Так. Давайте прочитаем. А, топор надо использовать, которого у меня тоже, кстати, нет. Надо понять, о кого крафтить. Топор у нас крафтится. Ага. Топор у нас крафтится из чего-то. Great. Здесь гайды. Найдите воду, сделайте огонь. Скипятите воду, найдите еду, приготовьте еду. Ладно. Great. Не, ну я понял, типа, how to craft. Крафт уже, правильно, да. Так. Значит. Не, ну, конечно, такое написание прикольнее. Шрифты, на самом деле, как бы, будто на печатной машинке напечатано. Но немножко оно сложновато при прочтении. Вот некоторые слова. Тут, по-моему, написано hint. Enter and remove items to the rear side by a selecting head and минус next. Ну, это понятно. Например, как оно работает. Дальше. Что у нас для костра? Вот картинки самый шик просто. То есть, я понимаю, что это вот вроде как, нечто вроде хвороста. Это большие куски дерева. Ну, скажем, нарубили мы, то есть, напилили дерево, а потом на куски вы разрубили. Поленища вот эти вот, это вот это. И вот в конце у нас получится типа такого. То есть, это плюс это, получится вот такое. А как вот это плюс это, например, получить? Где подсказочка? Ну, мы же с вами в сервайвале. Соответственно, никаких подсказочек. Учись сам. Шарь просто. Разбирайся. Не разбирайся. Не выживаешь. Начинаешь в лесу ночью опять. Всё. Жестокая игра, жестокие правила. Ничего больше. Ну, дайте угадаю. Я тут ничего не найду совершенно. Правильно? Правильно. Двери валяются. Ну, там местный такой блокпорт был. Зомпер авокалипсис. А ничего не валяется такого интересного и нужного вообще. Покрышки. Опять же эти кирпичи. Поломанные доски. Покрышки. И до свидания. И давайте мост перебегать. Вот этот мост, конечно, здоровый, который я видел на расстоянии. Вот аж там где-то был. Ну, он реально огромный просто. Или ты там будешь сейчас зомби где-то по пути? Это будет очень грустно. Потому что я не справлюсь с ним, скорее всего. У тебя есть крутой фонарик, конечно. Нет, не ты. Вот ты. Да, да, да. Топ фонарь просто. Давайте, знаете, что сделаем? Можно его деквипить? Нет? Нет, нельзя. Ладно, окей. Можно хотя бы вот так делать. Тоже, кстати, удобно. А можем еще вот так сделать? Подождите. О, шик просто. Смотрите. Давайте-ка мы передвинем слегка. И посмотрим. Давайте на двойку у нас что будет? На двойку будет виндап. Так. У меня что-то подвлогнуло немножко. Давайте просто уберемся. Все. Unarmed. Соответственно, на первую у нас... Да, вот все. Так у нас вот хей переназначается, получается, в бэкпэке. Как-то не подписано ничего, но все же. Теперь у меня фонарик в руках. На двойку у меня другой фонарик, который вообще не рекомендую использовать. На троечку ничего не будет. А если ноль нажать, то просто из рук все убирается. Удобно и понятно. Вот, мы уже немножко разобрались. Гайдет бэшика топ. Да, просто. Этот мост не так пусто, как может показаться на первый взгляд. Что-то доваляется. Бочка. Бочка. Мусорный пакет. Дайте я его вскрою. Дайте мне вскрыть мусорный пакет. Что у нас тут? Ну, понятно. Это чтобы не одиноко было, можно тут кастрика сделать просто, покрасить. Давайте посмотрим. Я могу что-нибудь собрать вот. Ну да, кулачком. Кулачком бей по ним. А интерактива нет, да? А ну-ка, подождите. Я по-моему... Не, ну на руки-то свои смотреть зачем? Мы что-то нашли, ребят. Я, по-моему, еще гайд один сделал. Будет один ролик просто из гайдов. Я, по-моему, понял, что мы неправильно играем. А ну-ка. Да встань ты уже, не бойся. Кстати, тут игра, пожалуйста, не говорю, что уже ночь наступает. Я едва до моста добежал. Тут расстояние небольшое, но не могло уж пройти столько времени, чтобы уже наступала ночь. Пожалуйста, не надо. Держим клавишу F. No items for memory. Я понял. Ну, слушайте, значит, вот оно как, значит, работает. То есть интерактив есть, просто нет визуализации предметов. В разите было в одном девблоге, там были хорошие картиночки, что пружинки, то есть и все компонентики будут валяться прямо на полочках, там, в магазинчиках, везде, то есть в разных локациях. Вот, то есть будет визуализация. А пока у нас просто есть там бочки, ящики, которые мы колотим, и из них все вылутываем. Здесь, получается, принцип другой. Мы подходим к пакету мусорному, да, как бы, ну, чтобы было проще это разрабатывать, все-таки студия инди, да. Смотрите, мы что-то нашли, да? Посмотрим, что мы там нашли. Ничего не нашли. Вот так вот. Ничего нет просто. Давайте что-нибудь еще сделаем. То есть я предполагаю, что вот эти кучи можно просто вот так как бы исследовать, что ли. То есть поискать в ящике. One item found nearby. Так, а как бы мне вот это item просто теперь поднять, ребят? Ну вот и как. Возможно, он на вот это указывает. Давайте еще просто. Так, да встань же ты. А ну, кстати, подождите, состояние-то какое? Я там не умираю еще, нет? Так, это у нас сервер, понятно, что два игрока. Дружище, я тебя, думаю, не найду в этой игре. У меня гидротация, стамина, темп. В целом все неплохо, но почему-то это с ногами. Я бегать не могу. Я или контрол отказал, я не знаю, как это работает. Он не приседает и не встает. Приятно, приятно. Ладно, я хочу до этой машины дойти просто. Возможно, он просто устал. Устал и все, и он не хочет идти дальше. Сложно играть в игры, когда их плохо понимаешь. Надо просто разбираться постепенно, что я, в принципе, пытаюсь делать. Вот эта машинка меня заинтересовала. Она, конечно же, не на ходу. А если была на ходу, я посхитился и поехал в какой-нибудь город искать нормальный дроп. Такие полезные. Лу, тут ящик есть. Ничего себе. У меня такое ощущение, что у меня персонаж что-то это. Он что-то, судя по тени, он на корточках летает. Ну вот ты что делаешь? Там вон ящик. Которым... Ничего нет. Ладно. Вот она показывает три айтемса. Как мне эти айтемсы поднять-то? Скажите мне, как айтемсы поднимать? Мне кажется, рядом со мной кто-то ходит. Вот. Может, под мостом просто и так звуки передаются. Ну, страшновато, если честно. Ночь начинается. Это вообще меня расстраивает, потому что я даже мост еще не пересек. А уже ночь. Там опять, по-моему, блокпост. Опять этот зомби эти полезут. Надо, походу, у машины оставаться и переждать ночь. Наверное, лучшее решение будет для меня. Так, что это у нас такое валяется? Газеты? Давайте посмотрим. Тут ничего не найдено. Я понял. А та ночь найдена. Но как это пролутать и тому подобное? Почему у меня персонаж внезапно... Тут-то ноги поломал себе, дружище. Ну, ты же вроде живой. Элс, все нормально. Что ты не можешь встать-то? Может, ты нагруженный чем-то? Давайте посмотрим. Ну да, ты нагруженный ничем. Вот просто ничем, дружище. Ты ничем не нагруженный. Что с тобой такое? Что ж так плохо-то все? Эта штука открывает браузер. Я понял. Интересно, да. Знаете, фонарика можно светить вот так, прямо, а нажимаем shift, он светит вот так. То есть, как бы себе под ноги, практически, и не светит вперед. То есть, если враг впереди находится, он нас не сразу заметит. Я пока сказал, что он заметит, на самом деле, очень просто нас. Если он, конечно, увидит свет. Но в то же время, интересная такая штука. Возможно, я просто еще не понял окончательного применения этой возможности. Но работает интересно. Вот посмотрите, как. Раз, 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 раз. По-моему, это реально красиво. Решил перезайти на сервер. Я был на мосту. Вышел. Зашел. И оказался снова в лесу. Ну, хотя бы мой крутой фонарик при мне. Это уже хорошо. Осталось понять, где я нахожусь. Там он зомби ходит. Я хотел на знак посмотреть. На знак. На баннер огромный. Но не могу подойти, потому что он, скорее всего, нападет. Поэтому давайте мы как-нибудь его минуем. Другого тоже минуем, потому что плохо. Ты же пошел в баню. Что, у меня фонарь есть. Яркий, опасный. Вообще не подходи. Сейчас дурака будет. Что такое з... На тебе. На тебе фонарем. На. Снимай, какие-то... Без меня пролетают. Давай. Ребята, мы это сделали. Мы это сделали, но какой ценой? Какой ценой? У меня батарейки, по-моему, садятся на нем. Болтать-то можно, дружище? Все. Майку тоже забрать нельзя с тебя. Интересно. Ладно. Ладно. Хорошо то, что мы просто сейчас выжили. Очень хорошо. Потому что могли не выжить. Давайте посмотрим. Ну да. Трэйл 40. Нормально. Пополнять здоровье нам, в принципе, нечем. Поэтому еще одна такая схватка. И мы все. Мы все. Прощай. Главное меню там. Загрузка на сервер. И поехали по новой. Ах ты ж, е-мое. Так. Ладно. Давайте подниматься выше. Они слишком зрячие. Они прямо, вон, вон она. Вон она идет. И вон еще, по-моему... Куда будет день? Я хотеть день. Я не хочу с ними воевать. Серьезно. Потому что... Фонарик разбивать, который не разбивается. Жалко. Патрики на нем садятся. Хавать нечего. Я, в принципе, ничего не нашел. Зомби, отстаньте от меня. Не надо. Потом. Будет оружие. Будет оружие. Будет круто. Пока загружался, посмотрел гайдик. Как крафтить топор. Нужна рукоятка топора. Собственно, на балдашник топора. Но вот где их взять, конечно, это вопрос. То есть, понятно, что крафтится это вот так. А вот где это найти? Наверное, в каких-то городах. Но учитывая, что каждый раз ты спавнишься в лесу, это не прикольно. Разработчики могли бы хотя бы спавн сделать какой-нибудь более интересный. Не поймите. То есть, на конце карты спавнишься. Чтобы хотя бы разобраться, понять. А так, каждый раз в лесу. Потом с леса этого идешь, ищешь. И очень долго идти. То есть, здесь пешком двигаться очень долго. Я как-то бежал. У меня даже был ролик. Я карту там оббегал. Очень долго бегать. Потом пробегаешь, там ничего нет. Ну, то есть, минимум лута. Это, конечно, не очень круто. Ты вроде бы стремился к чему-то, пытался найти, а тебе таки оп, а тут лута нет. Тут просто нет, и все. Давай рассвет уже, приходи. Нам как-то надо на мост пробраться и... Аккуратно переправить себя на ту сторону. Прекрасный баннер. Прекрасный просто. Информации очень много, она очень важна. Только 12 долларов. Да, 12 долларов. Это, я так понимаю, трейлер, да? Том на колесах. Я видел его в трейлере. Трейлер был красивым, классным. Игра просто была крутой. Но нет, тут баннеры остались, в принципе, и все. А когда машины добавят, может, никакие есть, может, и нет. В общем, по трейлеру все очень круто. Прям очень интересно. По факту, конечно, ничего здесь нет. Красивая графика. Прям вот красивенькая такая. Вот это вот все красивое, атмосферное. Можно ходить и наслаждаться. В принципе, можно больше ничего не делать. Это одна из немногих игр, где я смотрю на знаки. Маунт Барон, это сюда. А Олл Таун, это туда, откуда мы пришли. Туда мы точно не пойдем. Возможно, это какой-то немаленький городок. Но я не хочу туда идти, там были эти зомби. Может быть, днем они все как бы растворились. Но я бы сходил вот сюда, вот в эту сторону. Непонятно, что в эту сторону. Но все же как бы вглубь. Наверное, вглубь острова. Если это остров, конечно. А Барон, это вроде бы какая-то усадьба. Я, по-моему, в одном из роликов посещал его. Не могу быть прям вот уверен в этом. Но что-то, мне кажется, где-то я там был. Там я ничего не нашел. Я там дергала дико, лагала что-то. Поэтому давайте в другую сторону. Это тоже никаких построек не вижу. От слова вообще совсем не вижу. Просто ни одного домика. Вот где лутаться? Вот в рандомных местах. Где мне топор найти? Давайте поищем топор. Так, топор. Ты здесь топор? Нет, топора тут нет. О! Nothing. Firewood. У нас есть Firewood. Окей. Давайте дерево поищем. Дерево не ищется. Так, я понял. Частично мы разобрались, как в это играть. Идем дальше. А можно ли поискать что-нибудь в кустах? Нет. По-моему, это так не работает немножко. Потому что интересно, ты как бы держишь кнопочку. Он ищет. Вот нашел еще Firewood. Надо еще раз держать, чтобы еще найти. То есть он не сразу все находит, а вот по одной штучке. Не очень удобно. Ой, нам еще походу придется переплыть. Надеюсь, я не утону, потому что смотрите, оббегать. Там тоже что-то есть. Оббегать не очень приятно. Оббегать прям далеко. Да, а здесь вроде переплыть. А, может было бы через мост перейти. Но мы не будем. Давайте попробуем переплыть. А, ребят, да. Да, все-таки ребят придется бежать. Потому что смотрите. Я не буду так делать. Просто я не буду рисковать сейчас. Это неспроста. Это неспроста, потому что он не плывет. Он как бы тонет. То есть, возможно, фонусодал плавания еще не завезли. Мы можем сейчас так попробовать сделать и останемся на дне. Не очень приятно. Потому что мы хоть что-то нашли. Надо это все исследовать. А если мы сейчас утонем, мы уже ничего не исследуем. Придется опять бежать. Давайте уж пробовать. Искать, смотреть. Вы нашли карту. Красота. Пользуйте компас, чтобы найти вашу позицию на карте. Вот она. Круто. У нас есть карта. Давайте просто сориентируемся таким образом. Олд Таун и что-то там Барон. Вот она, Олд Таун. Смотрите, это Олд Таун. Они биты кулаками. Не продумали функционал, видимо. Барон, Барон. Так, это Блэк Роук. Сейдж Крик, Union Point. Кстати, Union Point. Я был, по-моему, в этом городе. Это, наверное, самое крупное, что есть. Да не бей ты кулаками, дружище. Не бей кулаками. А где же этот Барон-то? Маунт Барон. Смотрите, я пошел, то есть как бы... То есть у меня... Вот я где, скорее всего. Смотрите. Вот дорожка. Вот мостик. Вот еще мостик. Соответственно, я пришел вот... Я зарезался где-то здесь, когда перезашел на сервер. Вот он был, Олд Таун. Да, близко почти тут немножко пройти. Ну, кто знал. А вот мы, получается... Тут знаки были. И мы отсюда пошли... Ну, сначала тут полутались. Потом увидели объекты. Вернулись по мостику. Я вот сейчас здесь нахожусь. Вот в этой остановке. А вот тут если немножко пройтись... Мы можем, кстати, здесь перейти. Вот тут вот пройти. И попадем, например, на Маунт Барон. Ну, я не думаю, что нам прямо сейчас слово надо. Но мы можем сходить. Так, а что значит вот эти значки такие? Наверное, высота какая-то... Ну, то есть большая высота, я предполагаю. Соответственно, дальше в чем, собственно, суть? Мы можем либо сюда сходить... Нам, конечно, повезет найти что-нибудь съестное. Потому что у нас с голодом проблемы. Смотрите. Гриффин Пэс. Значит, в эту сторону у нас... Это где-то вот... Как раз это все и есть. Этот объект. Там еще домики были. Заправочка вот полутать. И по этой дороге мы можем попасть сразу в большой город Union Point. То есть, в принципе, вот. Тут немножко пройтись, я думаю. И все будет хорошо. Если он скажет, что ничего не сожрет по пути. Надо где-то просто ночь будет переждать. Может, какой-нибудь кемпинг найдем. Здесь кемпинг есть, где можно засейвиться. То есть заснуть. Давайте просто облутаем вот эту штуку. Заправочка интересная такая. Заправочка. Заправочка. Или супермаркет. Ну, это, наверное, больше, да. Миним маркету. Ёпросто. Это я вообще тебя не заметил. Фонарик к бою. Я только карту нашел. Проваливай отсюда. Не беги за мной. Не пугай меня. Я испугался, ребят, действительно. Прям серьезно испугался. Рили. Куда ты опять щиты используешь? Ну, ты что так... Так, их двое. Ааа, мурошки по коже, ребята. Реально надо было пульсометр одевать. Серьезно. Я шуганулся их прям. Ну, 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 нет. Не надо меня жрать. Шли вон от меня все, заразы. Было бы копье. Не надо меня жрать. Никакого жрать. Пошел отсюда. Облутать тачку быстро. Облутать тачку. Найдем что-нибудь себе. Сделаем копье. Так, они медленно приближаются. Нет, 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 нет. Дабы мне убежать. Никуда не убежать. Остановка. Что ты... Шел отсюда. Эти фонарем сейчас будут светить. Пошел отсюда. Ты тоже иди. Страшно. Реально страшно, ребят. Что-то... Я боюсь здесь я дернула. Они либо медленные и тупеньки. Нет, они не медленные, не тупеньки. Они... Они приближаются. Есть глупая идея крайняя. Сейчас он пролагает. Бежать из супермаркета. Я буду с ним просто быстро бегать. Их может быть больше. Ты... Ах, ты ж зараза. Куда вы бегаете? Кстати, не понимаю бегающих зомби. Я даже не тоже не понимаю, я их терпеть не могу. Потому что зомби должны быть медленными. На то они как бы зомби. А что это я замедлился-то? То есть, когда зомби вот это бегают очень быстро, это меня расстраивает. То есть, как бы, ну, не совсем реалити. Ну, серьезно. Зомби, который носится как спринтер. Ну, некрасиво же. Давайте поищем что-нибудь. Ух. Реально было страшно, ребят. Вот я в хорроры не играю, но здесь прям... Я подуспугался, потому что... Мне так не хотелось с нуля все начинать. Нет водички, жалко. Ладно, давайте-ка. Я вообще фонарик сейчас достал. Давайте его спрячем. Не хочу выдать свое местоположение этим ребятам. Видимо, можно что-то сделать с ним. Circuit Breaker. Я понял. У нас этого нет. Фух. Главное, что мы спаслись. Это было реально страшно. Я обожаю местные магазины. Они... Когда я последний раз лутался, были пусты просто... Ну, понятно, просто полностью пусты. То есть просто вообще пусты. Вот эта функция, которая на клавишу F. О, интересно. Подсвечивает. То есть она подсвечивает объекты. То есть она, в принципе, говорит, что есть вокруг столько-то объектов. Кроме, я понимаю, можно как-то взаимодействовать, что ли. О, да. Но свет мы не включены. Знаете, почему? Потому что у нас, по-моему, нет этого. А ну-ка. О, смотрите. Floural Saint Light Bulb. Мы можем взять ее. Мы там не перегрузимся в случае. Вот я боюсь, что мы просто будем перегружены, не сможем нормально бегать. Надо будет деревяшки повыбрасывать. Есть у нас тут... Ладно, давайте поищем. Ага. Ничего себе тут у нас много всякого добра. Знаете, проблема с зомби. Я когда по-своему разыграл, они просто... Им пофигу, они через секцию ходят. Они через стены ходят. Вот это немножко рушит геймплей. Просто вот фиксануть, и с ними будет как-то попроще играть. А сейчас эти заразы, они... Они как-то, помню, за мной просто через стенку прошли. И я как бы тогда... То, что я опечалился, не сказать ничего. Я офигел просто от того, что они пролезли через дверь. Дверь закрыл, а он лезет ко мне. Я думаю, ты что, вообще что ли? Дерзкий такой. Написано, что 46 объектов. Ну, айтемсов. А я не могу ни с чем взаимодействовать почему-то здесь. Давайте немножко сдвинемся. Посмотрим, что он в другой... В другой стороне. И потихоньку надо... Надо это все делать ноги. А, да, они еще... Знаете, что? Хавки не нашел? Ноги в руки и пошли отсюда. Ну и в баню. Вот это еще орет постоянно. Мне страшно. О! Интереснее. А, поинтереснее ничего нет. Спасибо. Хоть бы батончик. Один валялся, один не путь. Я либо опять не научился их искать, либо не понимаю. Ну, я лучше уйду оттуда, потому что эти штуки, они опасны. Жрут меня. Я не хочу, чтобы меня сожрали. Я хочу бегать живым. Кстати, по хилсаму, знаете, что? Плохо все. У нас, кстати, жажда, а я воды не нашел, потому что в бочке не было, а почему-то в реке набрать не смог. Я там либо утонул, а либо утонул. Вот там что-то есть. Если там есть кемпинг, а кемпинг я встречал. Мне кажется, может быть, не кемпинг. У нас, кстати, карта крутая. Так, мы сейчас к заправке идем вот по этому мосту. Да, баганули. В общем, карта открывается, а при этом хот-кей работают. Фонарики там мои листаются. Так, смотрите, у нас там есть что? Это, значит, баннер у нас. Это мини-блокпост. Это заправка, монтажка, такой, в общем. А знаете, главная проблема? Вот. Я вспомнил. Главная проблема. Если я сейчас просто выйду с сервера, не на кемпинге, состояние мое, соответственно, ну, сохранится мой лут, но я, когда зайду обратно, я где-нибудь в лесу появлюсь. Вот это, конечно, непонятно работает. Ну и кровать я тут тоже не нахожу. О, кстати, смотрите. Арбалетик нарисован. Красиво. А тут я тоже искать ничего не могу особо. А, понятно, ничего нет. Я боюсь, что в этом сидит зомбарик. Зомбарик по-любому там может сидеть. Они любят там сидеть. Конечно, там сидит зомби. Конечно. Там я нашел куриный суп. Это прекрасно. Теперь это все просто делаем ноги. Вот, примерно так. Ножками, 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 ножками убегаем. Убегаем. И смотрим, что мы там за суп нашли. Ага. Ну, чтобы его съесть, его нужно приготовить. Приготовить на том, чего у нас нет. У нас нет костра просто. Это прекрасно. Давайте на этом закончим наше приключение. У меня есть карта. Надеюсь, все сохранится. Потом я, когда зайду в игру, у меня будут карты, мне будет проще сориентироваться, куда мне двигаться. Соответственно, мы куда-нибудь сходим. Возможно, в большой город, а там, в принципе, где зарезаемся. И что будет ближе, туда и пойдем. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова